Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Рустем Хасанов, замдиректора Свердловской филармонии. Рустем, добрый вечер. Добрый вечер. Посмотрел я вашу афишу филармоническую в интернете на сайте нашей филармонии и призадумался, вообще есть у нас пандемия или уже нет? Фестивали, концерты, все что хочешь, как будто нет коронавируса. Что происходит? Мы всегда надеемся на лучшее, мы оптимисты в душе. Вы знаете, пандемия для нас началась ровно год назад, в марте прошлого года, когда запретили по известным причинам живые концерты в зале. И вот эта весна, наступившая, она для нас радостна еще потому, что мы наконец-то, как и обещали, отдаем все долги нашей публике. То есть, все концерты, которые в плане филармонии стояли с марта 2020 года и вплоть до лета 2022, мы перенесли просто вот этот полтора сезона на год вперед. Поэтому, вот вы наш сайт рассматриваете, посмотрите, там уже вся самая актуальная информация, какие переносы. Там буквально сдвижка в основном на один день. Мы максимально постарались сохранить программы, исполнителей, те абонементы. И, кстати говоря, публика нам доверяет. Количество сданных абонементов, билетов минимально. Публика верит, что все, что объявлено, состоится. И, кстати говоря, получилось так, что мы открыли зал в середине сентября, а сезон-то мы перенесли. Поэтому немножко планировали с колес. Но многие традиционные вещи прошли с сентября 2020 года. Неделя музыки Петра Ильича Чайковского. Фестиваль Денис Мацуев представляет. Вот сейчас в марте стартовал возобновленный с прошлого года, то, что мы не дорассказали публике, 10-й музыкальный бах-фестиваль. Он стартовал парадом органистов. Но были вещи эксклюзивные. Несмотря на пандемию, мы единственные в мире в ноябре прошлого года провели международный фестиваль, посвященный творчеству юбилеяра года великого композитора Людвига Ивана Битковина. Европа-то вся закрыта. Эксклюзив. Фестиваль Бориса Березовского. И вот сейчас, в марте, наряду с возобновлением сезона и как бы теми долгами, которые мы даем публике, мы еще одно эксклюзивное событие приготовили. Возвращая эти долги, это замечательно. Сейчас мы с вами поговорим об одном мероприятии, которое совсем уже скоро в филармонии будет проходить в марте 2021 года. Но, раз уж мы с вами заглядываем вперед в то, какие события ждут нас в 2021 году, в прошлом году в связи с пандемией вы впервые на улице за филармонией провели фестиваль под открытым небом, фестиваль рояльной музыки. Грин Ройл Фест. Грин Ройл Фест, да, в этом году. Повторять планируете или нет? Нет, мы планируем, во-первых, воздушный сезон, который пройдет в парк города, то есть есть парк Маяковского, да, и другие площадки, и тем более это востребовано, филармоническое искусство разных жанров. И мы готовим новые форматы. И есть у нас мысли по поводу сада Вайнера, как вы назвали пространство за филармонией, пространство будущего концертного зала. Вот, значит, планы такие есть, мы сейчас ждем вообще кардинальных решений. Вот Московская область открыла залы на 75%. А у нас пока 50%, правильно? Удмуртия на 100%, у нас пока 50%. Поэтому вот как будет развиваться ситуация, надо ее смотреть в целом, но на август текущего года кое-какие планы у нас есть. Ну, просто в августе прошлого года, понятно, это был вообще единственный способ любой концерт провести только на воздухе. А в этом году это можно сделать уже такой вот, сами понимаете, специалитетом. И запланировать заранее, да, правильно. Мысли такие есть. В общем, думаете, но решение пока окончается. Нам понравилась реакция публики, и вы знаете, мы начинали со слез, и зрители всплакнули, и артисты, выходя со сцены, тоже смахивали слезу. Вот такие моменты бывают, наверное, раз в жизни. Из ближайшего. Фестиваль в памяти Николая Мисковского пройдет с 9 по 13 марта. Давайте разберемся вот с чем. Кто это такой? Исходить предлагаю из того, что далеко не все наши зрители в курсе. Я бы даже сказал, шире, чем рамки фестиваля, проект «Мисковские диалоги». Выдающийся русский советский композитор, творчество которого, к сожалению, забыто, и музыка которого звучит очень мало. К нему интерес огромный на Западе. И, кстати говоря, в советское время это был один из самых исполняемых русских композиторов. На выставке, которая в рамках проекта будет развернута в фойе филармонии, а выставка из Российского национального музея музыки, представлены фотографии, естественно, его учеников. Он был и композитором, и пианистом, и педагогом замечательным. Но еще афиши залов. Музик Ферраин в Вене, Бостонская, Чикагский филармонический оркестр, Корнеги Холл. То есть автор 27 симфоний, 13 квартетов, огромного количества инструментальной, вокальной, камерной, фортепианной музыки. За рубежом его ценили больше, чем здесь получается. Я вам хочу сказать, что сейчас очередная биография мисковского на английском языке выходит в Англии. И мы в контакте и с исследователями его творчества в Израиле, Великобритании. И мы знаем, сколько дисков издается. Да мы сами писали диски в свое время. И уральский филармонический оркестр, и уральский молодежный. Мы этим проектом мисковской идеологии открываем целую череду событий, посвященных 85-летию Свердловской филармонии, который отмечается в этом году. И всегда в наших традициях, особенно, скажем, начиная с 90-х годов прошлого века, проведение вот таких монографических фестивалей современной музыки. Когда-то были Валентин Сильвестров, Геа Кончелли, София Губайдулина, Авет Тартериан и вот сейчас Мисковский. Кстати, вот мы говорим, забытый композитор. Вот мы упомянули Бах-фестиваль. Ведь Иоганн Себастьян Бах, умерший в 1750 году, казалось бы, ну Бах, его знают все, да? Стоит услышать токату фугара минор, вы скажете, это великая музыка Баха. К началу 19 века его забыли. И только во второй четверти Феликс Медельсон впервые представил публике неизвестную музыку неизвестного композитора. Вот так бывает. И поэтому мы считаем, что это наша миссия. И мы благодарны, что вместе с вами об этом рассказываем. Максимально широкому числу людей, интересующихся. Почему именно Мисковский, все-таки объясните. Наверняка есть даже не один десяток забытых композитов. Мы открыли архив Свердловской филармонии. Мы увидели, сколько произведений Мисковского, начиная с 1936 года, звучало на нашей сцене. Симфонии, квартеты. Да я вам скажу больше. В начале 50-х был создан Уральский квартет имени Мисковского, который за 40 лет своего существования сыграл свыше 2500 концертов в нашей стране за рубежом. И проект «Мисковские диалоги» как раз та точка, в которой мы объявляем о рождении нового коллектива. Струнный квартет Свердловской филармонии, который 15 лет успешно концертирует, решил подхватить эстафету старших товарищей. И при поддержке Министерства культуры Свердловской области мы возобновляем работу Мисковского квартета. И на открытии фестиваля 9 марта будет презентован новый коллектив «Мисковский квартет». Сыграют последний 13-й квартет композитора, отмеченный сталинской премией. Кстати говоря, у Мисковского было 5 сталинских премий. Казалось бы, композитор, обласканный советской властью. Абсолютно. Написанная в середине 30-х годов подверглась яростной критике за неподобающее изображение образа вождя. При этом Мисковский долгие годы вообще вершил судьбу композиторов. Он был во главе комиссии, которая определяла, кого издавать, а кого нет в Советском Союзе из советских композиторов. И когда выходили знаменитые постановления 1948 года ЦК ВКПБ об опере «Мураделли. Великая дружба». И когда обвиняли в формализме советских композиторов, потому что музыка депрессивна, она не сеет оптимизм и позитив. Недостаточно народно. Тот же Мисковский вступался и за Шестаковича, скажем. А с Прокофьем вообще они переписывались всю жизнь и дружили, и давали друг другу советы. И второй вечер фестиваля, 11 марта, это специально созданная к фестивалю литературно-музыкальная композиция по переписке Мисковского и Прокофьева, вскрывающая вообще суть творчества этих композиторов. В ней примут участие как известный исполнитель, пианист Юрий Фаворин, певица Мария Острауха. Вообще сценарий создан вашей коллегой, обозревателем Радио России Ольгой Русановой. И два екатеринбургских актера, Борис Зарубин и Николай Ротов, актеры и радиоведущие, исполнят роли Мисковского и Прокофьева. Такой интересный эксперимент, который тоже дарит фестиваль. Мы на закрытии Уральский филармонический оркестр, который когда-то для фирмы Warner Classics в нашем зале в 2006 году записал две симфонии Мисковской. Это были высокие мировые рейтинги у этой записи. Представит шестую симфонию. Это симфония с хором, переломное произведение в судьбе самого Мисковского. Кстати, концерты называются «Диалоги с судьбой», «Диалоги с эпохи». С эпохи, вот как раз шестой симфонии, которая 13 марта на закрытии фестиваля. Там как раз раздвоение внутреннего мира композитора. Вот мир до гражданской войны, до революции. И вот она, советская Россия. А он вообще начинал, кстати, как военный инженер и бегал на уроки композиции, служа в армии. Вообще, интереснейшая судьба. И Александр Рам, лауреат конкурса Чайковской, исполнитель Виланчеллинг-концерт. Замечательная музыка. Мы предлагаем публике, во-первых, познакомиться с этим именем. Послушать эту действительно музыку. Может быть, когда-то, как с Бахом произойдет. Нет, но, Сергей Замич, познакомились и забыли, и вернули в архив, и только для экспертов. Или все это ввести в широкое исполнение? Почему мы говорим про это? У нас уже запущен ряд лекций о творчестве Мисковского, наш известный музыковед Ирина Винкевич. Да. Дальше. Выставки из Российского национального музея музыки. Жизни творчества Мисковского. Виртуальная выставка на сайте филармонии. Вообще о советской музыке на сцене филармонии. Вот, выставка таксиса, супрематизм будет, эпоха-то какая, да? Мы комплексно подходим. То есть, вот эти лекционные, выставочные, концертные форматы. То есть, человек и эпоха. Вот это вот все взаимопроникновение и влияние одного на друга. И опять же, ваши коллеги с телеканала «Культура», это впервые в нашей истории, берут этот материал, чтобы показать в своем эфире, потому что архивов даже телевизионных в Мисковске практически нет. То есть, вместе... Ну, наша филармония, как всегда, в передвигах производства. Но самое главное, повезло публике. Екатеринбург становится музыкальной столицей на этот период. И едут родственники Мисковского, которых мы разыскали в Москве, потому что они считают, что это событие... Есть идеи о возвращении забыток имена? Есть. Есть очень интересная идея. Маркиан Фролов. Человек, который был первым директором Уральской консерватории, который вообще основал начальное музыкальное образование. Мы находим рукописи, расшифровываем их. Я понимаю, это коротенько минута. Это когда? Это на декабрь. Это на декабрь. В завершении юбилейного года. Обязательно придем с Фроловым. Спасибо вам огромное. Мне остается напомнить, что на стенде был Рустем Хасанов, заместитель директора Свердловской государственной филармонии. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин